Ватикан, Рим Площадь Святого Петра Привет, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в одном из самых посещаемых мест не только Италии, но и всего мира – Площадь Святого Петра. Созданная трудами итальянского архитектора барокко Джованни Лоренцо Бернини в середине XVII века, площадь состоит из двух полуколец, содержащих 284 колонны в четыре ряда и 140 статуй, возвышающихся над площадью. Эти величественные статуи, представляющие собой молящихся святых, были также изготовлены в мастерской Бернини и по его эскизам. По воскресеньям и в праздничные дни здесь собираются все, кто хочет услышать проповедь Папы. Площадь заставляется стульями, и пришедшие слушают речь главы католической церкви на 20 языках. В остальное же время площадь Святого Петра полна туристами, пришедшими в музей. Ну и, конечно, самой главной и самой важной достопримечательностью площади Святого Петра является базилика Святого Петра, которая, как считается, была построена на месте захоронения апостола Петра. Перед вами самые старые двери Собора Святого Петра. Они изготовлены еще в 1455 году флорентийским художником Антонио Аверулино, известным как Филарет. Эти двери служили еще вратами в Старом Соборе Святого Петра, возведенного императором Константином, и были перенесены в новый храм. Собора Святого Петра Интерьер Нефа Собора поражает невероятными размерами, роскошью и несметным количеством шедевров эпохи Возрождения. Собора Святого Петра Сегодня Собор Святого Петра представляет собой здание площадью 23 тысячи квадратных метров, 218 метров длиной и высотой 136 метров, что делает его самым высоким зданием в Риме. Я не буду утомлять вас рассказами о каждом шедевре, который находится в Соборе Святого Петра, потому что это займет очень много времени. Мы остановимся лишь на некоторых из них. Примечательно, что на мраморных полах собора вы можете обнаружить название и размер других храмов, чтобы вы могли их сравнить. Собора Святого Петра В центре собора, прямо над местом захоронения Святого Петра, находится папский алтарь. Огромный балдахин Кевурий высотой в 29 метров опирается на четыре витых колонны. Это еще один шедевр Бернини. Собор Святого Петра в Риме – совершенно особенное здание, и даже осматривать его нужно по-особенному. Известный французский писатель Стендаль в своем произведении «Прогулки по Риму» советовал не пытаться оглядеть все сразу, иначе у вас начнется головная боль, а пресыщение и муки затмят всякое удовольствие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А также великий Микеланджело. Внутреннее убранство собора поражает красотой и гармонией роскошного оформления. Пропорции пространства внутри собора строго выверены, и несмотря на громадные размеры, в оформлении интерьера все детали вписаны чрезвычайно гармонично. Статуя Святого Петра – одна из святынь, к которой стремятся многочисленные паломники. Созданная в XIII веке мастером Арнольфо Дикамбио, она находится в конце центрального нефа. Петр изображен сидящим с поднятой рукой, благословляющий верующих. Чтобы испытать на себе чудодейственные способности статуи, паломники с трепетом прикладываются губами к бронзовой ноге святого апостола. Слева, при входе в собор, расположена очень красивая инсталляция, которая изображает вечер рождения Иисуса Христа. Все фигуры исполнены в натуральную величину, а некоторые даже двигаются благодаря нехитрому механизму. Детали и свет подобраны настолько грамотно, что любуясь этой живой картины, всегда можно увидеть для себя что-то новое. Несмотря на то, что собор святого Петра – это действующий католический собор, лично для меня он воспринимается как шедевр мирового искусства, музей, хранящий в себе не только секреты папского престола, но и смысловые тайны эпохи Возрождения. Музей, хранящий в себе не только секреты папского престола, но и смысловые тайны эпохи Возрождения. Музей, хранящий в себе не только секреты папского престола, но и смысловые тайны. Сейчас вы слышите гимн Ватикана? Да, он существует. В переводе с латыни это звучит примерно так. И так далее. Кстати, если смотреть на собор и площадь сверху, мы увидим, что они имеют форму замочной скважины и ключа, символизирующего ключи от небесного царства, которые Иисус Христос вручил апостолу Петру. В 19 стихе 16 главы книги от Матфея говорится. «Я дам тебе ключи от небесного царства, и все, что ты свяжешь на земле, будет тем, что связано на небе, и все, что развяжешь на земле, будет тем, что развязано на небе». Внутри собора есть небольшой музей, в котором хранятся некоторые реликвии Ватикана. Обычно люди обходят стороной этот музей, отдавая предпочтение основным сокровищницам Ватикана. О которых, кстати, я планирую сделать отдельный фильм. Матфея говорится. Матфея говорится. «Я дам тебе, иди сюда, иди сюда, и send you the truth, и спирижные стихи, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok